Всем привет! Меня зовут Владимир Кочетков, Positive Technologies, руководитель отдела разработки и исследований анализаторов кода. И сегодня у нас в гостях Алексей Морозов, руководитель Обсек БП Тиньков, и Егор Богомолов, специалист по анализу защищенности, основатель Singleton Security, а также управляющий директор CyberEd. Обычно у нас все разговоры в радиорубке начинаются с каких-то определений, тем и обсуждений, а мы так сразу в лоб начнем. Скажите каждый, как вы себя идентифицируете? То есть когда у вас кто-то незнакомый с отраслью IT спрашивает, чем ты занимаешься на работе? Что вы отвечаете? Такой хороший вопрос, потому что ранее, до прошлого года, может быть, я все время говорил, что специалист по инфраструктуре безопасности, потому что хакинг или хакер, которым я являлся последние 6 лет, оно вызывает слишком много вопросов. А так сейчас в целом можно уже, что-то такое окружение привыкло уже, и расползается потихонечку, что понимание есть, чем занимаюсь. Поэтому там этичный хакинг, да, или что-то такое, уже можно вроде произносить, уже не вызвать так много вопросов, так много, не знаю, предложений о том, что там о бывших, можешь связывать ВКонтакте и так далее. Вот и так далее. Поэтому сейчас уже посмелее, этичный хакинг, этичный хакер, или просто специалист по анализу защищенности, вроде нормально. Алексей? Я всегда на этот вопрос отвечаю очень просто. Хакер, который делает так, чтобы другие хакеры нас не взломали. Все. Всем сразу понятно. Ну, начинается много вопросов. А, вау, ты хакер, а что ты умеешь, а контакт взломаешь и так далее. Вот. Это всегда происходит, и я объясняю. Так, подождите, контакт я не взломал, я хороший хакер, и тут начинаешь объяснять, почему ты хакер. Хороший, неплохой, и, собственно, в ходе этой дискуссии рассказываешь про свою работу. Как-то так. А вот, на ваш взгляд, какой самый главный миф вокруг профессии информационного безопасника вообще в целом? То есть не только обсек, да, анализ защищенности, а вот в целом вокруг безопасности есть ли? Ну, если вокруг информационной безопасности целиком, мне кажется, очень сложно сказать. То есть такая область, мне кажется, очень закрытая сама в себе, все друг друга знают, а вовне как бы она так не выходит. Если говорить, мне кажется, вот так раз о хакерах, там понятно, что мифы есть у какой-то общественности, которая не касается самой, да, то есть там предмета, можно сказать. И там, скорее всего, мифы касаются как будто магического происхождения, условно, да, то есть потому что абсолютно нет понимания того, как устроены процессы какие-то. Все, что происходит в этой сфере, вот именно хакинг, как я говорю, да, они как бы больше относятся к как-то неизведанному, непонятному и так далее. Но если он даже что-то понимает, даже, допустим, какой-то разраб, что-то еще, то есть мифы там скорее такие о скорости действий, условно, там, такие волшебные, да, условно, что можно там за минуту что-то сломать, там, и так далее. Вот, и так далее. Ну, мне кажется, вот так, глобально, как-то, мне кажется, нет таких про миф про ИБ, да, они больше вот про такие вот поп-культурные вещи, как хакинг там и так далее. Хотя, может, ты по-другому думаешь. Алексей? Смотрите, мифов на самом деле много. Если брать общественные мифы, то когда ты произносишь слово хакер, это всегда какой-то негатив, это всегда что-то плохое, это всегда человек, который какое-то зло творит. Вот, это первый миф. Второй миф – это про, скажем так, рабочую область, да. То, что безопасники – это люди, которые ничего не делают и постоянно портят жизнь нам. Это от лица разработчиков и так далее, да. Это в рабочем моменте. И третье, что если ты называешь себя хакером, то ты умеешь все. То есть, к тебе можно прийти, там, не знаю, поднять сервак какой-нибудь, к тебе можно прийти, там, не знаю, фотошоп крякнуть, тебе можно прийти, там, не знаю, чтобы переустановить винду. То есть, хакер – это человек, который может все. То есть, люди не понимают, что этот мир многогранен и делятся на области. И эти области на подобласти и так далее. То есть, вот, наверное, три таких прям мощных мифа, которые можно вспомнить прямо сейчас. А вот даже, по-моему, вы оба упоминали взломать ВКонтакте, да, это действительно такая тема, что как только слышишь, что человек работает с чем-то, связанным с уязвимостями или прям хакингом, да, первый вопрос – а ВКонтакте взломаешь? Или там банк, или Фейсбук, ну, в зависимости от контекста. Вот вы как отвечаете на этот вопрос? Я все время говорю, что, если вопрос звучит так прямо про ВКонтакте, что действительно обычно и обычно для обычных такой, да, аудитории какой-то, извне, да, области кирбезопасности, IT, то, наверное, мощно мы можем, да, найти уязвимости, только сразу идет поправка о том, что ты, наверное, не понимаешь, как это будет выглядеть. Это часто, допустим, если человек говорит, можно ли взломать аккаунт ВКонтакте, то сразу я поправляю о том, что, чтобы взломать аккаунт ВКонтакте, нужно либо взломать весь контакт, что очень сложно, да, либо взломать, как это, 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 как это поправить о том, что почему условно твой взгляд ложится именно на ВКонтакте. Там нету вроде бы денег каких-то, транзакции не летают, что еще. Но это тоже такое отражение текущего состояния проблематики вообще ebay и отношения к ней. То есть о том, что мы боимся утечек, но на самом деле в утечке происходит всем все равно условно. На самом деле недопустимые события в другом месте. Пытаюсь вшить, можно сказать, человека образовать чуть-чуть. Но может ты не пытаешься? Или как? Да нет, все проще. Просто ВКонтакте все хотят читать личные переписки друг друга. Вот и поэтому, наверное, УВК одна из самых больших бакбалунцев России. Когда меня задает вопрос, могу ли я взломать контакт, говорю, чувак, на смотри, мой бакбалунцев профиль. Там есть контактики, я уже это сделал. Вот, но естественно, отшучиваемся. Естественно, как-то не работаем по таким заказам, скажем так. Потому что это, во-первых, сложно, а во-вторых, невозможно. В-третьих, даже если я это сделаю, я это отнесу ВКонтакте и получу за это легально денег. Но не получу срок. Это круто, мне кажется. Да, все так. А вот смотрите, если взять вот все мифы, которые вокруг вашей профессии витают, вот самый такой откровенный булшит, то есть вот то, от чего прям передергивает, заслышите, вот что для вас? Наверное, на самом деле, самый такой яркий тоже, который опять же лежит из этого определение хакера, что все, кто работает в хакинге, они 100% связаны с темной стороной. Ну, то есть это прям типа априори. Человек сразу такой, а, вон, значит. Ну, и он, понимаешь, он уже на тебя по-другому смотрит, как бы, то есть он типа по-другому тебя видит, что на самом деле крайне странно, потому что такой, ну, это же просто профессия, в общем-то, она там, ну, работа такая же, офис на этом, да, то есть, казалось бы, где? Вот, наверное, это самый такой прям острый, да. Ну, это если мы говорим прям вот о таком в целом человечестве, да, то есть там вовне, опять же, этого узкого кружка, там, и кибербезопасности, и IT. А для тебя, Алексей? Что-то человек передергивает? Да. Два слова. Первое – это регуляторы, конечно же, но без них родимых никуда. Это все возможные лицензии, которые мы постоянно, Центробанк, Стэк и так далее. Все это нам знакомо, куча бумаг, без этого никуда. А, мифы, от которых передергивает? Мифы, от которых передергивает. А, мифы, от которых передергивает. Ну, рано назвать регуляторов мифом, в принципе. Миф тоже хороший, да, что это помогает, да? А от мифа, который меня, наверное, передергивает, это то, что хакер – это всемогущая штука, то есть, когда ты говоришь, чувак, я это не умею, такой, ты же хакер. Ты плохой хакер, да. Ты же хакер, как так? Так, то есть, у людей представление, что вообще, в принципе, что-то взломать, это вот кнопка такая, есть посередине красная, хакер берет, ее нажимает, и происходит все, там, свет мигает, там, все, захватил весь город, всю планету, там, все взломал, все сразу произошло в один момент, в одну секунду, то есть, потому что есть всего лишь одна кнопка. Хакеру нужно просто вот так вот сделать. Это вот это, чего передергивает. Когда ты начинаешь объяснять, что это сложный процесс, что нету стопроцентной вероятности успеха, что это зависит от много факторов, вот, начинаешь, что это раскладываю, ты такой, да ты что, да ты фиговый хакер, ты не соображаешь это. Вот у меня, наверное, больше вот это все. Это в заказчиках изделяется особенно. Заказчик такой, типа, день, два, почему ты делаешь это 10 дней или 15 дней, типа, как бы, почему, почему это столько стоит, например, да, то есть, вот эти все вещи, они же тоже от мифа, что там, типа, это все быстро, все возможно, пришел сразу, взглядом увидел, там, не знаю, все точки Wi-Fi, все беспроводные сети, уже там пароль подсчитываешь в голове и так далее. Ну вот, например, для меня таким мифом, передергивающим все время, является то, что люди постоянно путают программирование и хакер. То есть, ты же программист, ну ты же код пишешь, ну да, иногда пишу, но все, значит, ты программер, что ты тут рассказываешь? Хакер, не хакер? Хакеры же тоже иногда путают и думают, что они программисты и берутся за то, чтобы написать какое-то приложение, программу там или там продукт. Очень часто мы видим на рынке на самом деле продукты, которые такие вот из ЭБ, которые начал писать хакер, да, вот такие стартапчики, они все там плавно вниз идут, потому что, ну, хакер действительно, это не всегда хороший программист, очень часто даже не очень хороший программист, как и в спортивном программировании. Это не значит, что люди хорошо пишут код, чтобы его там поддерживать, масштабировать и так далее. Они умеют быстро решать задачу. Наверное, с хакерами то же самое, да. А у меня наоборот. Моя профессия сложилась, я сначала программистом долгое время был, сколько лет? Лет 7 я программировал, Enterprise, все нормально работал, а потом меня в один момент щелкнул, что я захотел стать хакером и вот ушел в пентестеры и дальше, дальше, дальше. Поэтому у меня это равно. Я как разработчик анализаторов исходных кодов могу сказать, что гораздо более страшная ситуация, когда программист думает, что он хакер и пишет такой код, что... Думает, что... А, хакер думает так, я сейчас предскажу, что он сделает, да, и напишу за недавнего. Да, да, да. От себя велосипедик сейчас один добавлю. Начинается фильтрация из ки-линеции, был регулярком и так далее. Смотрите, а вот какой миф вы встречали в своей работе, который вас вот прям неиллюзорно удивил, то есть вы не ожидали, что услышите что-то подобное о своей профессии? На всякий случай, пока Роскомнадзор совсем не возбудился, я хочу сказать, что мы говорим про мифы. Да, да, да. В своей работе, в профессии, ты имеешь в виду, прям внутри рабочих процессов, что кто-то верил в какой-то, опять же, дабл-сид, типа, или что? Ну, внутри, извне, то есть... В работе мы с ним боремся просто постоянно, это уже такая, как бы, часть работы всегда, в плане, что профессия подразумевает, что заказчик никогда не понимает твои услуги, как этичного хакера, он никогда не понимает его до конца. Заказчик, в смысле, бизнес ходит, да, там, силуэвел, что-то еще, и тебе нужно ее объяснять. И даже бывает, что, там, руководитель отдела безопасности, он тоже твои услуги до конца не понимает, как бы, что ты можешь сделать, что ты ему продаешь. И там нет о том, что пентестер, там, или этичный хакер, да, может найти все уязвимости, там, не знаю, там, сделать его безопасным почему-то. Ну, то есть, как бы, приходишь, ты как пентестер, а почему-то ты, как бы, ну, на выходе делаешь компанию безопасной. Хотя, на самом деле, это не так, да, безопасность строит безопасники, условно, да, пентестер может быть некоторым, там, лакмусовой бумажкой о том, типа, были ли меры компании в сторону ИБ эффективными, вот, вот, все, что он может показать, были или не были. Вот, наверное, такие вещи, они уже привычны, поэтому оно уже так на подкорке сидит, что ты просто готов постоянно с этим бороться, потому что это вопрос твоего тоже, в том числе успеха, правильно объяснить, сформировать ожидания и так далее. Вот, но только такое. Мне кажется, вылез, что это интереснее в части, то, что ты работаешь в большой компании и к тебе, как бы, как к функции приходят тоже что-то ожидают от тебя. Ну, у меня, да, у меня функциональное направление, соответственно, мы в безопасность как сервис работаем в компании, поэтому у нас много всяких таких историй, но, например, самый такой интересный, наверное, и самый частый, самый встречающийся миф, то, что вы, пацаны, занимаетесь ерундой и мешаете нам деньги зарабатывать. Соответственно, когда мы приходим и говорим, что, ребята, у вас уязвимость, срочно нужно ее закрывать, подожди, у нас тут, сейчас мы тут пять тысяч там несколько релизов сделаем для продукта, а потом мы займемся уязвимостью. Соответственно, проект ломают, это приносит какие-то риски, репутационные, вылью и так далее. Поэтому все это, конечно, менялось. Масштабирус и отношение к КБ, в принципе, в компании тоже меняется. Это круто. То есть этот миф, он разбивается потихонечку, да, потому что безопасники уже стали приносить профит. Это про первый миф. А про второй миф это то, что безопасники, это, как сказать, программисты. Но это и тестировщики, и аналитики, и все на свете. Потому что иногда к безопаснику приходят с вопросом не как сделать безопасно, а как нам, в принципе, просто сделать. То есть тот вопрос, на который должен ответить продуктован, архитектор и так далее, приходят к безопаснику и просто, слушай, расскажи, где мне кластеры разместить, где мне сделать отказоустойчивые какие-нибудь там системы различные поставить, где мне сделать, не знаю, как мне базу данных ускорить там в 10 раз и так далее. я понятия не имею. Вот это, наверное, еще один такой миф, что безопасен, когда такой Шива. Да, у многих есть такая экспертиза, у людей, которые, наверное, пришли, может быть, из какого-то системного администрирования, может, у них там есть такая экспертиза, но не у всех безопасников точно. Вот с чем, наверное, из таких забавных приходится сталкиваться. Из этой оперы я, например, сталкивался с таким мифом, когда я рассказал, чем занимаюсь, мне вслед сразу отправили вопрос, так, вы не выездной? Я такой, почему? Ну, вы же русский хакер, как бы, куда вы поедете? Типа, все, вы поставили крест. Меня это очень удивило, потому что у нас, ну, до определенного момента ребята вполне спокойно ездили по конференциям, и как бы, на самом деле, много людей считает, что хакеры такие вот. Ну, да, в целом, действительно, такая тонкая грани. В целом, насколько я слышал, тоже не редкость, когда ты попадаешь под какие-то особые проверки, если у тебя там, ну, такие затянутые, можно сказать, да, ну, возможно, даже, релевантно. Бывали у вас случаи, вы визу получали вообще? Да. Да, конечно, было, но что вам не дали. Я думаю, что профессии. Да, не было. Ну, я нормально, не езел в Юсу, как бы, то есть, по Европе, так вроде просто, а вот все, что касается этих вот сложностей с там связой, с чем-то еще, или там затягиванием, или с доп-проверками, это все касается обычно Соединенных Штатов, как бы. Все истории, которые я слышал, по крайней мере. Ну, у меня вторая форма есть, только единственное, что у меня надо будет еще разрешение работодателя, только разница в этом, а так проблем нет. Да, да. Хорошо. Сейчас ты скажешь миф, что у всех ИБшников есть форма. Ну, в смысле, что тебе тоже есть форма? меня нету, но можно было сказать тогда, возможно, у тебя есть, да? Нет, у меня сейчас нет. Я что-то так. Понятно. Хорошо, а вот давайте от грусток тем более веселы. Что у вас в работе вот происходило самого смешного, какой-нибудь курьезный случай? У нас, что касается отдела пентеста, то есть набора ребят, которые занимаются хакингом и, по сути, основной деятельностью их молотить проекты внешних заказчиков, анализировать их защищенность, доказывать возможность компрометации, это все время, само собой, курьез там с инфраструктурой заказчика, курьез с отделом там, что-то еще, там в духе какие-нибудь техники социальной инженерии в рамках пентеста, когда ты там начинаешь админом нашептывать, типа, о, там какой-то у вас интересный узел, что-то там происходит, а на самом деле сидишь и ждешь, когда они туда креды просто вобьют, то есть поджидая их, когда они тебе оставят пароли свои, например. Ну, какие-то такие вещи или там какая-нибудь, не знаю, путаница в путаница в ролях у заказчика, условно, когда там думал, что это какой-то инженер, сказал, мы пойдем там, ну, это история от друга, да, пойдем в курочку, сходим, поедим, а это был, не знаю, какой-то директор по безопасности и что-то такое там, да, то есть вот такие вещи, потому что постоянно, то есть у тебя слишком большая выборка ситуаций, на которых ты можешь ошибиться, да, в чем-то, в людях там или там в системах и так далее, вот, но так. Я вспомнил кейс, который хочется развить так, что иногда безопасность сама плодит уязвимости и покапит, но нужно делать выводы из этого. История. Как-то раз мы удалили статику сканерами нашими, ну, сканировали, соответственно, delete, путь, методы, просканили и грохнули статику с наших сиденок. Вот. Ну, ничего страшного, повисели часик, восстановили, все хорошо, выводы сделали, что-то так грязно, наверное, сканировать не надо статику, вот, исключили, все хорошо. Смысл в чем? В том, что это было смешно, на самом деле, когда мы выясняли, мы искали хакеров, а в итоге оказались хакерами мы сами. Вот. Но смысл в том, что, да, в этой профессии есть очень большая, как сказать, зона риска, то, что любые процессы, любые инструменты, которые внедряются, их нужно проверять, тестировать с умом, потому что они тоже являются источником угрозы, источником опасности. Вот. И любой факап, факап какого-то, даже если отключился IDS, IPS, там, или выключились какие-то системы мониторинга, да, любая вот эта вот маленькая, может быть, оплошность, да, какой-нибудь, проглядеть какую-нибудь маленькую дырочку, это может привести к большим проблемам для компании, и в целом это может быть очень дорого стоить. Поэтому безопасность, да, это ребята, которые постоянно пьют валерьянку. Да, ты с теми работаешь на грани риска, то есть работаешь с учительными данными, с процессами чувствительными, особенно если мы в рамках пентестинга вообще работаем постоянно с воркансовой системой, взламываем ее, пытаемся повысить свои привилегии в ней, захватить управление над ней, то есть это же просто у тебя огромная выборка ситуации, когда 100% мог ошибиться, условно, да, и ошибка привела бы к отказу обслуживания системы и так далее. И в целом я бывает даже не очень понимаю заказчику, когда они говорят там в духе будьте аккуратнее, типа там ничего не поломайте, я такой, да блин, у нас уже 60 опыта, там не знаю, там подействует опыта, мы как бы понимаем, что там, ну типа все кричитно, можно нам это не объяснять условно. Хотя на самом деле, наверное, заказчик все время видит эту ситуацию так, что действительно, то есть там что-то будет сейчас меняться постоянно, да, что-то может упасть, хотя есть ситуации таких, ну в действительности очень мало, то есть там раз в год что-то такое происходит там, да, курьезное там на весь отдел. в этой отрасли такой есть миф достаточно распространенный, что айтишник, ну скажем так, успешный айтишник, да, это такой красноглазый челбородатом, заросший весь, заброшенный, лежащий на пачках денег и миф заключается в том, что на самом деле в IT достаточно большие деньги, а в ИБ особенно, потому что это безопасность IT и соответственно... Сейчас я его разрушу одной фразой, вот пожалуйста, одной фразой. Денег много там, кто зарабатывает деньги и в ИБ деньги не зарабатывает, она их экономит. Это не система, которая может тебе создать денег. И поэтому проблема в том, что все, любые другие компании, функции, кто угодно, на ИБ будут смотреть не как на зарабатывающую, само собой, как на тратищую, да, условно. И вот эта экономия, она как бы непрозрачна, ты сэкономил вроде бы, да, то есть там тебя не взломали, условно, там багом какими-нибудь не пробили, но ты же, как бы так ситуация не наступила, ты не знаешь, сколько ты сэкономил условно, да, потому что ты защитил в общем-то компанию от этого. Вот, ситуация не произошла, и ты не понимаешь, сколько ты сэкономил на самом деле, можно сказать. Вот. Наверное, все просто, да. И поэтому действительно всегда есть скепсис и у владельцев компаний, и у различного рода функций, которые работают в СБ, насчет того, что стоит ли очень много денег в нее класть в ВБ. Потому что ты положишь, что один рубль, вроде бы ничего не произошло, положишь, что тысяча рублей, вроде ничего не произошло, миллион рублей, вроде тоже ничего не произошло. Как бы, да, то есть мы выигрываем, получается, во всех трех ситуациях, вот, потому что этот риск не настает, он не настает, да, а есть только вероятность того, что он настанет. Ну, вот, вся эта ситуация, как бы, из-за такого рода скепсиса, из-за того, что функция не зарабатывающая, много денег безопасникам не приносит. То есть у безопасных есть много возможностей, там, у этичных хакеров тоже много возможностей заработать дополнительно, активность развить и так далее. Вот, но в среднем по зарплатам программисты выигрывают, потому что они создают вещи, которые зарабатывают деньги. Это понятно. Ну, я вот как раз хотел привести пример Сигдеева, в котором сам работаю, но Сигдеев это в первую очередь все-таки Дев, а уже потом Сиг, поэтому, да, здесь как бы… Может быть, может быть. Я тоже не уверен насчет того, что вот в Application Security много зарабатывают, потому что все-таки такой тоже Security часть процессная, зарабатывает ли она деньги, ну, какое-то качество дает компании. Иногда, конечно, может быть, у компании есть качество как бренд, типа безопасность как бренд, условно там, iPhone безопасный. Там понятно, почему ты можешь вложиться, почему там люди могут зарабатывать много, потому что это вариант штука, которая приносит деньги, этот бренд приносит деньги, да, безопасности. Вот, но это не частый кейс. Расскажи все это Positive Technologies. Нет, после чего, сервисная компания, основная новая, вендорская там, то есть она зарабатывает деньги сама в себя, но это не значит, безопасности. Посмотри, посмотри на Wildberries, не знаю, давай на Wildberries посмотрим. На одном, мне кажется, проценте из 4% чистой прибыли у них будет больше, чем вот хоть слож, условно, Ну, в общем, по поводу безопасности как зарабатывающего, то есть по поводу денег, по поводу денег, да, вопрос про деньги был. Тут сложно. Вообще, программисты действительно больше должны зарабатывать какого-нибудь сеньора уровня, сеньора в безопасности, сеньора в программировании, то программист, скорее всего, будет зарабатывать больше. Но смысл в том, что безопасники, они могут расти нелинейно. То есть, если программисты растут линейкой, то безопасники могут расти куда угодно. Вот, из-за этого, то есть в перспективе человек, который был безопасником, может стать техническим директором, например, достаточно быстро, вот, или там каким-нибудь, не знаю, ЦИСО, вот, и занимать уже какую-нибудь топ-должность. Вот, и, соответственно, это уже другие деньги. То есть, у них вот это, у них короче вектор развития до каких-то там... Ну, я бы сказал, что очень интересная вещь есть, вот тоже про нелинейность. Это про характер работы. Я все время тоже привожу ее в пример. То есть, допустим, если у меня есть какие-то подработки, что-то еще, то есть, например, как у безопасника, сейчас уже, конечно, нет, но допустим, я могу свою работу, как безопасник, выполнить за день или за 10 дней. То есть, допустим, я говорю, что я взломаю эту систему и найдю все визуимости там типа за там 15 дней, а могу сделать это реально за день. Просто мне повезет, найду, увижу, додумаюсь там и так далее. Программиста разведет не может, он не может свою работу ускорить, как и женщина не может родить там условно раньше, то есть полноценного ребенка. Вот. Ну, примерно про это, наверное, да. Это работает. Что ж, друзья, спасибо, что пришли сегодня на такой интересный разговор. Всем спасибо, еще увидимся. Спасибо большое. Всем спасибо. Всем пока. Хорошего стендоффа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok